Всем привет! Меня зовут Александр Игошин и сегодня я вам покажу как незрящему человеку пользоваться программой Uninstall Tool. Это программа для удаления приложения с компьютера, точнее программ ненужных. Для этого нам нужно попасть на рабочий стол, список Uninstall Tool 12 из 50. Выбрать английскую раскладку, если у вас по умолчанию ярлычок вы не меняли, то у вас по умолчанию должен быть ярлычок на буковку У. Она произносит на английский манер, Uninstall Tool пишется с буковки У. Так что если хотите переименуйте этот ярлычок на русский кириллицей, чтобы вам было удобно. Запускаем его. Эта программка способна корректно удалить не просто стандартными методами, но и через реестр. Точнее запись из реестра и то, что не смогла удалить стандартная инсталляция. Я хочу, допустим, удалить программку T-Meter. Она мне больше не нужна. Для этого я использую стрелочки вверх или вниз. Есть такой момент, вам может попасться, если вы стрелочку вниз нажмете, у вас может произнестись что-нибудь, скажем так, ненужное. Для этого вы нажмите стрелочку. Вы нажмите стрелку вверх, еще раз вверх, пока не услышите диалог список. Диалог список. Микроторрент. Размер 1,71 мегабайта. Установлена 11 сентября 2017 года. Отслежена. Н касая черта. Не знаю, с чем это связано, но бывает у нее вот такая вот вещица может проскочить. Так вот, это чтобы можно было по списку спокойно ходить и чтобы она называла программы, которые установлены в компьютере. Итак, мы ищем программку T-Meter. Стрелочками вниз в данном случае. Вот я его нашел. По клавише Enter или, да, по Enter мы вызвали, вызываем стандартное удаление. Деинсталляция T-Meter. Диалог вы действительно хотите удалить T-Meter все компоненты программы? Нет, кнопка All+. Выбираем кнопку Down. Или у некоторых программ может предложить кнопку OK либо Uninstall. То есть в зависимости от того, насколько хорошо переведена у вас программа та или иная. В данном случае я нажимаю кнопку Down. Деинсталляция T-Meter. Жду, когда удалится. Деинсталляция T-Meter. Диалог программы T-Meter была полностью удалена с вашего компьютера. Нажимаю OK. Удаление остатков T-Meter 16. 0. 860. Мастер удаления. Торговая марка. Диалог узнать больше. Мастер удаления. Вот вслед за стандартным удалением программа Uninstall Tool предлагает нам просмотреть компьютер на наличие остатков. То, что бывает иногда у кривых разработчиков с кривыми руками, они оставляют запчасти, скажем так, ненужный хлам, который просто забивает память и нагружает систему всякой ненужной, всячной. Отмена кнопка. Узнать больше о мастере удаления. Запомнит мой выбор больше не спрашивать. Можно настроить. Флэшок отмечено. Вот. Так. Здесь можно настроить выбор, чтобы она больше не спрашивала и сразу удаляла. После стандартных она сразу предлагает, точнее, сразу ищет остаток и предлагает уже удалить или не удалить. ОК, кнопка. Нажимаем OK. Удаление остатков Тимитр 16. 0. 860. Мастер удаления. Торговая марка. Диалог C. Программ файл с Тимитр. Xml. Трафик. Репортс 2017. 03. Xml. Недоступно. Вот удалилась. Удалить кнопка. Я вам специально покажу. Дерево. Файловая система. 34 элементов. Флэшок отмечено. Открыто. Выделено. C. Программ файл с Тимитр. Флэшок отмечено. Закрыто. Выделено. Вот она оставила, оказывается, часть файлов. Мы нажимаем кнопку. Отмена кнопка. Удалить кнопка. Удалить кнопка. Ячейка. И закрыть кнопка. Она удалила. Вы слышали по звукам NVDA, что действие завершилось. И нажимаем кнопку закрыть. Install Tool 3. 5. 3. Диалог. Вот, что касается корректного удаления приложений, точнее программ, с компьютера. А то меня часто знакомые спрашивали, как, точнее не знающие знакомые, как правильно удалить программу. И удаляли просто папку. Есть еще вариант такой. Бывает так, что программу установили, а стандартный метод не хочет удаляться. Говорит, что произошла ошибка и нельзя удалить программу. Для этого мы нажимаем кнопку Alt. Файл под меню выделено F. Входим в подменюшки, точнее подменю. Ищем действие. Стрелочку вниз, чтобы появилось ниспадающее меню. Это если вы хотите таким способом использовать, но, как я показал в первом случае, лучше так. Чтобы вам, вам уже сначала нужно найти программу, а потом уже ее удалить. Так. Принудительное удаление Shift плюс DL выделено F. Допустим, нажимаем. Либо вы в списке находите нужную вам программу. И нажимаете Shift плюс DL. Либо отсюда. Нажимаете. Принудительное удаление TNode User Ampersons Password Finder Dialog. До кнопка. Нажимаете ОК или Да. И она вам удаляет все, что установлено в этой папке. Допустим, TNode Users Password. И на компьютере не остается никаких запчастей. Есть у этой программы еще одна хорошая функция. Довольно-таки часто, когда я прихожу к своим знакомым, и они просят меня посмотреть, почему у них компьютер тормозит, очень часто бывает так, что в автозапуске вместе с операционной системой запускается полно ненужного хлама различного софта. Так вот, в этой программе есть раздел «Автозапуск». Мы нажимаем снова Alt. Файл под меню выделено F. Ищем. Действие под меню выделено D. Вид под меню выделено. Инструменты под меню выделены. Инструменты. Нажимаем стрелку вниз, чтобы опять не спадающее меню показалось. Динсталлит отмечено, выделено D. Выбираем режим «Автозапуск», «Энтером», и она сразу нас перекидывает на список автозапускаемых программ. Вот у меня в данном случае запущено «Эдгард». Чтобы снять отметку о том, чтобы она не запускалась вместе с автозагрузкой, нажимаем либо Enter, либо пробел. Либо, чтобы она больше в автозапуске не появлялась, нажмите Shift-Delete и согласитесь. Так вот, либо по… Да, лучше вам проще так, чтобы никуда не лазить, дополнительные менюшки не искать. Ну, вот, пожалуй, и весь функционал, который обеспечивает эта программка. Приятного пользования. И спасибо за внимание. И если вам понравилось видео, ставьте лайки, точнее пальцы вверх. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Александр Гошин. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok